Всем привет! В этом видео я попробую вам показать, точнее покажу, как я делаю портмоне. Портмоне будет очень простое. То есть, вот кожа. Кожа хромового дубления называется, у продавца, у которого я покупаю, называется кожа рыжая с естественным рисунком. Мы ее чуть-чуть затемним краской на водной основе. Ну и выкройка. Вот, раз, два. И две вот такие детали. То есть, это будет одна часть, ну как бы сам карман для денег, и одна штука под карточкой, кардхолдер, и вторая, второй кардхолдер. Так, что важно? Сразу начну с того, что важно. При разработке выкройки важно понимать, что часть, которая внутренняя, должна быть меньше. То есть, вот видите, вот, она должна быть меньше части, которая снаружи. Для чего? Для того, что, ну вот, примерно по такой же выкройке сделано портмоне. При открывании, оно нормально будет смотреться, если они одинаковые будут. Но при закрывании, вот эта часть будет сминаться, это будет не очень красиво. То есть, а так, получается, что... Сейчас, это лишнее уберу. Получается, здесь есть небольшой, как бы, объем для денег. Ну вот. Ну и для карточек. Здесь, правда, с двойным. Ну вот, немножко затемнил. Но оно сейчас пока сохнет. Чуть высохнет посветлее. Это будет такой эффект антика. То есть, не совсем равномерная прокраска. То есть, где-то светлее, где-то темнее. Этого, в принципе, и добивались. Вот я наметил метки. Плохо видно. Ну, как вырежу, покажу. Итак, вот что примерно выходит. Раз часть. Два часть. Поменьше. И еще. Сейчас, чтобы было видно. Раз и два. Как вы могли заметить, края я закруглил только на вот этих частях. Почему? Потому что уже, когда мы сошьем, вот это все аккуратненько, по этим краям, сейчас, вот, когда мы сошьем уже все, по вот этим краешкам, я все остальное выровняю, и будет все ровно. Вот. Ну, вот как примерно это будет выглядеть. То есть, эта часть так сшивается верх ногами. Это на нее пришивается вот так вот. Ну, то есть, чтобы все, нигде ничего не торчало. И эти две сюда. Вот. Так, что нужно сделать дальше? Дальше нужно на вот этих карт-холдерах закрасить край и затереть его. Потому что потом, когда мы уже пришьем, это будет невозможно сделать. просто берем ватную палочку или ушную палочку, как их называют, и прокрашиваем. И затираем сликером. Так слегка тут это не сильно важно. Этих частей никто видеть не будет. Ну, как бы они незаметные. Здесь тоже просто прокрашиваем. А можно даже не затирать. Это слишком мягкая кожа, чтобы ее затирать, по крайней мере, вот так. В состоянии, когда она одинарная. Дальше нам нужно вот это пока мы большую руку вкладываем. Нам надо вот эти наши карт-холдеры расположить на вот этом кусочке кожи ровненько. Для этого что мы делаем? Мы просто проклеиваем слегка. Для этого я использую вот такой вот наирит клей. Есть он здесь вот. Наирит. Клей на самом деле очень разный. То есть я брал наирит другой фирмы, а он абсолютно даже по цвету, по запаху другой. Так. Для этого здесь мы ее так приблизительно располагаем, как оно должно быть. и отмечаем ручкой, ну или чем там, чем удобней, как оно должно здесь быть. Здесь аналогично. Ручкой размечаем. Теперь все это мы аккуратненько проклеиваем. Руки поднимаем. Руки поднимаем. вот оно приклеилось все. теперь вам видно было. Короче, берем разметочный инструмент и обводим все это дело. Размечаем наши будущие швы. я отступаю миллиметра четыре от края. Так, теперь что? Теперь пробиваем только вот эти стороны. Вот это и вот это. здесь пока не пробиваем. Теперь берем нитки. Ниток берем, чтобы хватило прошить все. Ну и начинаем прошивать одну эту полосочку. Ну, один вот этот шов. как шить я показывал в видео, я его поставлю где-нибудь сюда. Вот, поэтому снимать не буду. Итак, прошил я вот этот шов. Теперь нитки где-нибудь, ну, оставляем не убираем их, оставляем их где-то здесь в сторону. и берем нашу вот эту часть и приклеиваем. Приклеиваем только одну, то есть, только вот досудово. Вот. И пробиваем отверстие. Так, что важно? Важно на вот сейчас фокус. на вот этом стыке, чтобы не пробить вот этот стык, вот как здесь. Ну, не получилось у меня по-другому, но вот этот важнее, этот ничего страшного, здесь нитка затянется и все будет нормально. Вот. Ну, пробил я все, теперь сшиваю. Итак, прошил все вот это по контуру, по периметру закруглил край. Следующее, что нужно сделать, это взять линейку, желательно деревянную, но главное не металлическую, и засунуть сюда и разровнять весь клей лишний, то есть, чтобы у нас расстояние было только до шва и, соответственно, здесь так же самое. Для этого, конечно, есть специальные костяные палочки, которые до хрена стоят и, как-то, я не знаю, я спокойно обхожу с линейкой. Теперь надо проверить, входит ли в наш кардхолдер карточка, так что ж такое, входит без проблем, я думаю, сюда еще 2-3 можно поместить, нам со временем, если туда пихать много карточек, растянется, но даже если в растянутый засунуть одну, то будет все в порядке. Так, теперь делаем то же самое с этой стороной, прошиваем вначале отдельно, вот так вот. Вот эту часть прячем нитки, склеиваем уже вот в таком положении, чтобы он был как бы вот так вот. Склеиваем, отверстия намечены, пробиваем их и сшиваем. и так, вот что вышло, такое портмоне, вот, осталось только прокрасить края и затереть на сликере. Затирать я буду на сликере на самодельном для бормашинки, на вот этом. Я не знаю, как выйдет видео про этот сликер раньше или про портмоне раньше, но в общем, видео в любом случае будет про этот сликер, я его поставлю где-нибудь вот здесь. Итак, берем ватную палочку и мажем наш край кожи ну, кто чем, трагокантом, я, допустим, обойным клеем смс, но про это много информации есть, в частности, я снимал видео. Мажем, берем насадку вот такую вот самодельную и полируем. вот что выходит полированный край кожи, не надо долбаться вручную вот это делать. В принципе, продолжаю. Вот такое вот вышло портмоне, даже без косяков на меня, как обычно, не похоже. В общем, все нормально, что еще добавить. Пробуйте, шейте, классная тема. надеюсь, это видео было кому-то полезным. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока.